Сегодня мы пригласили в нашу студию Ивана Баланова. Он певец, артист Орловской филармонии, певчий мужского хора Богоявленского собора Орла. 28 ноября планировался концерт Ивана Баланова и Наталья Булгакова в сопровождении струнного квартета. Но, как мы знаем, культурное мероприятие до конца месяца на стопе. Вот мы решили пригласить Ивана в нашу студию. Сегодня без песен живьем. Будем говорить о его профессии и жизни. Ну и надеяться на то, что задуманный вечер музыки состоится, и Иван исполнится о сцене Ичайковского и Рахманинова. А прямо сейчас посмотрим его сольное выступление. Это будет патриотическая, очень красивая песня на рассвете. И нас как будто нет, лишь века нам теперь подплетит. В эту зимнюю ночь снова нам не уснуть. Эти звезды на мне ведь уже так ярко светят. Я безмолвно кричу, я в Россию хочу, я весною хочу прийти домой на рассвете. Мы в Россию однажды придем на рассвете. Иван Баланов сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы здесь. Это очень приятно. Я вас сразу спрошу вот о чем. Вы когда знакомитесь и оказываетесь с незнакомыми вам людьми, как вы объясняете, чем вы занимаетесь? Я чаще всего с удовольствием рассказываю, что я профессионально занимаюсь музыкой, и я этим делом живу. Так как говорите, я профессионально занимаюсь музыкой. Разными словами. Я просто даю понять, что я это дело очень люблю и живу им. Вот очень часто можно услышать, что я работаю, потому что нам нужны деньги. А любить свою работу в последнее время почему-то все тяжелее и тяжелее всем. И я люблю свою работу. А мне кажется, я вот когда готовилась интервью, наводила о вас справки, разговаривала с разными людьми. И мне кажется, что я поняла даже ответ на то, о чем вы сейчас сказали, что вы живете музыкой и любите это дело. Все ведь психологи говорят из детства. А в вашем доме какая музыка звучала? Ну, в основном классическая. Как так случилось? Потому что родители мои очень творческие, но не музыканты. Музыкальность в нашу семью пришла в мою жизнь со стороны отца. Это бабушка и дедушка. Дедушка – оперный певец. Бабушка – исключительный музыкант, исключительной музыкальной одаренности, которая сумела привить любовь к музыке не только мне, а десяткам людей. Людмила Александровна Кузина. Человек, которого в Орле очень хорошо знает. Это пианистка. И Людмила Александровна очень хорошо знает, а люди, которые знают вас очень хорошо, говорят, что у вас очень нежное отношение с бабушкой. Все то, что есть сейчас в вас, это, скорее всего, оттуда. Очень много, да, она вложила в то, чем я сейчас являюсь. Это и мои отбитые пальцы во время уроков фортепиано с ней дома. А вы же на кларнете. Я, да, я учился и на кларнетиста, под строгим ее контролем, разумеется. Она меня лично обучала игре на фортепиано. А как можно отбить пальцы, играя на фортепиано? Ну, как? Ну, просто. Вот так вот. Потому что чаще всего... А это преподавательский метод, да? Да, чаще всего ученики ошибаются. Это не от соприкосновения пальцев с клавиатурой. Особенно такие нерадивые, как я. Вот. И, собственно, и даже сейчас она оказывает большое влияние на выбор репертуара, на проработку художественных образов концерту. Ну, не то, что влияние, а, скорее, это дружеские советы. А это правда, что после концерта вы звоните и рассказываете о том, что удалось, а если был промах, то и об этом тоже не сможете. Разумеется, потому что это самое вкусное, о чем можно поговорить после концерта. Ваш образ на сцене может создать такое ложное немножечко представление о том, что вы за человек. Потому что смотришь на вас, и вы как будто бы поверх зрительного зала, как будто бы немножечко над всеми, с каким-то элементом высокомерия, что ли. А тут я узнаю, что, оказывается, это ваша постановка и наклон вашей головы специально для того, чтобы звукоизвлечение работал на вас. Образность и то, как мы ее вырабатываем на сцене, она всегда разная. Это зависит от партии, которую мы исполняем, либо это оперная ария. Там более строгая образность у нас. Мы лишены интерпретации, потому что там все прописано. Да вы что, в отличие от театра, вот в театре Евгений Онегин может быть любим. Он может быть любым, в зависимости от того, как на него посмотрит режиссер. А когда речь об академическом вокале, то вот какой... Вы будете, кстати говоря, исполнять арию Онегина на концерте ближайшем? Нет, я буду исполнять арию Елецкого из «Пиковой дамы». Но она, собственно, пронизана теми же чувствами. Хотя это образы различные. Это лирическая ария. Я хотел сказать, что если это, допустим, не ария, а романс, то там мы уже можем быть ближе к зрителю. И образность там совершенно меняется. Мы более вольны интерпретировать замысел композитора под себя. Потому что романс чаще всего мы как будто исполняем от себя кому-то. Это либо любовное послание, либо восхваление природы, родины. В арии все-таки есть четкая роль, четкий персонаж. То есть в романсе вы можете быть собой фактически? С собой либо кем-то другим. Вы сказали уже о том, что если это оперная ария, то обязательно наличие художественного образа. Потому что вы выступаете от лица персонажа, где есть четкая литературная какая-то основа. Как вот это достигается? Есть ли такой человек, который дает вам рекомендации актерские в тренинге возможном? Вот для музыканта это как происходит? Как это происходит для артистов, мы примерно понимаем. Это должно основу иметь одно и то же. Как для артиста театра, так и для артиста оперного. Систем Станиславского? Да. Ну, конечно, дополнительные присутствуют модели различные. В художественном образе мы от этого исходим. Но мы должны это все дорабатывать в плане того, что мы... Когда думаем о вокале, очень часто внимание уходит от этого всего. Только истинные гении, такие как вот Лучано Поворотти или наш соотечественник Дмитрий Хворостовский. Вы очень любите и изучила ваши страницы в соцсетях. Да, да. Я просто считаю, что... Ну, если он является таким идолом в музыкальном, академическом мире для меня, то в консерваториях сейчас и в учебных высших заведениях музыкальных нужно воспитывать любовь к таким людям, как Образцово, Хворостовский. Это образец для подражания просто. Хворостовский, кстати говоря, сказал прелестную фразу. Он, правда, потом сказал, что это была шутка, но тем не менее. Он сказал так. «Быть баритоном непрестижно. Все самое интересное написано для теноров». А в чем очарование и прелесть баритона все-таки? Я думаю, в каждой шутке есть доля шутки. И это бы не была шутка. Иногда баритон называют тривиальным голосом. Это срединный голос. Бас. Ни бас, ни тенор. Может быть, да, что-то интересное происходит наверху или внизу. И для неофитов нашей профессии, нашего дела услышать какую-нибудь очень высокую или очень низкую ноту – это уже само по себе яркое впечатление. Как четверной тулуп в фигурном катании. Да, что-то крайнее. Ну, иногда кто-нибудь неискушенный зайдет и скажет «хорошо, поешь громко». Для такого человека является звучность каким-то показателем. Баритон, тенор, бас – эти голоса все исполняют свои функции. Композиторы, ну и вообще музыканты давно разделили эти голоса, потому что они выражают различные эмоции. Ну, это грубо очень говоря. Ну, передавать любовную лирику проще наверняка тенору, нежному, высокому голосу, в котором больше теплоты, ласки, заботы, чем… Если ты антагонист, то, скорее всего, ты будешь какой-то жесткий, неприятный человек. Да, это бас, скорее. Или властный какой-то. Взять же оперу «Борис Годунов», главная партия исполняется басом, потому что нужно нечто монументальное. Баритоном часто отводится, ну, как и тоже любовная роль, так и роль какая-то героическая. Много достаточно опер прям называется по голосу исполнителя. Это Евгений Онегин. Взять хотя бы. У нас это опера любимейшая, я думаю, в стране и за рубежом, в мире очень известная. Да. Вроде бы главный герой, а вроде бы и нельзя так однозначного, как положительного оценить. Поэтому, да? Поэтому он и баритон. Голос химера. Слушайте, целая наука. Мы сейчас продолжим говорить обязательно, еще много будем говорить о вашем голосе. Посмотрим видео. 2020 год. Вы солируете. И это одно из тех произведений, что вы записали по удаленке. Камерный хор, лик Орловской государственной филармонии. Звени золотая шуми, золотая моя золотая тайга. Звени золотая шуми, золотая моя золотая тайга. Звени золотая шуми, золотая моя золотая моя золотая тайга. Иван, люди, кто постоянно вас слышит на сцене, говорят, что от концерта к концерту постоянно какая-то эволюция. Когда-то более крупными шагами, когда-то более мелкими, но ощущение, что вы постоянно в тренинге и всегда постоянно растете. У меня ощущение, что вы просто много учитесь. Это так? Да, это так. Я учусь целую жизнь. И это, я считаю, хорошо. И вот эти вот метаморфозы, которые с нами происходят и с музыкантами, особенно от концерта к концерту, они обязательны. Для личностного роста и для творческого. Ну, вам 30 в этом году. И вы не ограничиваетесь тем, чтобы успокоиться уже. У вас основные партии, да, вы солируете. Можно было уже прекратить все эти экспериментальные вещи. Но вот вы уже в сознательном таком возрасте, после окончания учебных заведений опять идете учиться. Где вы учились в последний раз? В последний раз я как раз закончил по специальности вокальное искусство. Юго-Западный государственный университет по классу заслуженной артистки Российской Федерации Ирины Филипповны Стародубцевой. Это город Курск? Курск. Это исключительный педагог для меня. Она постоянно заставляла меня преодолевать. То есть я вот могу вот столько, она заставляет меня сделать вот столько. Это говорит о высоте голоса или... Нет, это именно просто мои рамки, мой предел, чего я могу сделать. Голосом, пониманием, интерпретацией, выработкой образов, о которых мы уже ранее говорили. И мне тогда, это был 2015 год, я все-таки считаю, что это юный возраст, 25 лет. Она тогда мне дала учить Каватину Фигера, Россине, известную. Это было мне вообще не по силам. Я учил день и ночь, учил текст, обязательно слушал носителей языка. Музыкальная форма очень сложная в этой арии. И мы добились того, что сейчас я ее пою с закрытыми глазами, несмотря на все сложности. Хотя это достаточно трудное произведение. А произведения такого уровня в нашей филармонии исполняются? Разумеется. То есть это небольшой практический смысл ощущения? Это необходимый навык. Почему для музыканта люди, кто очень хорошо разбирается в этой профессии, говорят, что очень важно обладать высоким интеллектом? Потому что я сейчас раскрою это утверждение на примере. Я немножко занимаюсь педагогической деятельностью в нашем колледже музыкальном. И когда приходят ко мне совсем молодые ребята, я говорю... Девятый класс, да? Ну, даже, да. Девятый-одиннадцатый. Они приходят, и я говорю, ну, ты вот это понимаешь? Да, понимаю точно, все знаю. Нужно взять дыхание. Нужно обязательно следить за своим телом. Как ты стоишь, как ты двигаешься. Потом у нас существует коварный враг всех вокалистов, как мягкое небо. Его нужно приподнять обязательно. Обязательно задержать дыхание. Потом говорю, не забывай по артикуляции. Правильный удар языком. А где зубы? А потом начинается текст, слово, фраза. Какой образ? Я еще должен об образе думать. В общем, чтобы вот это вот все соединить вместе, действительно требуется, ну, если не интеллект, то... Координация какая-то безумная просто-то. Да, и по сути дела вокальная педагогика, она всегда отвечала на вот эти вот одни и те же вопросы. Но сам процесс этот педагогический заключался и заключается в индивидуальном подходе к каждому. Я об этом говорю сейчас не потому, что я преподаю, а потому, что это и к нам, к певцам, которые исполнители... Потому что вы сами учитесь. Да, это все время применимо. Тут забудешь про это, тут вот это выпадает, стараешься это все собрать, и результат хороший. Вот скрипачи и пианисты, мы все знаем, они много часов проводят за инструментом, вне зависимости от того, будет у них завтра концерт или не будет. Потому что один день пропуска просто чреват тем, что техника очень быстро выходит из строя. Голос-то, это же ведь такой встроенный инструмент, и важно ему не навредить. Вот сколько вы занимаетесь так, чтобы это было все на пользу? Вот то-то и оно, что, может, я сейчас к негодованию инструменталистов скажу, но голос – это самый сложный инструмент. Его нельзя извне подстроить, откорректировать, купить новый. Он дан один раз, и от того, как ты им разумно распорядишься, будет зависеть карьера и жизнь. Ну, если ты зарабатываешь этим. Но у вас обязательные распевки каждый день? Обязательные распевки каждый день, обязательные потребности новых знаний, нового опыта. То есть слушать великих музыкантов? Великих и невеликих. Постоянно слушать мастер-классы, посещать их. Приходится ездить, возвращаться в Курск. Про бабушку я уже не говорю. Ездить в Москву. Ну, разумеется, принимать участие в мастер-классах. А есть у вас такая практика анализировать свои собственные выступления? Разумеется. С разгромной критикой. Свой же адрес. Этичная, да, к себе? Ну, в этой профессии, я думаю, во всех профессиях, да, без этого вообще невозможно. А как это происходит? Вы увидели ошибку, поставили на стоп и тут же повторились повторить правильно? Я на стоп даже не ставлю. Повторить правильно. А что толку, если ты повторишь это правильно дома? Нужно добиваться, чтобы ты мог это повторить правильно в любых условиях. Потому что ты вот, например, выходишь на сцену. Сегодня у тебя после какой-то болезни не смыкает вот эта нота. А она в каждом произведении. А у тебя концерты уже не перенесут из-за тебя одного. Трагедия. Нет, не трагедия. Нужно суметь перебороть эмоции и как-то подстроиться, спеть это тише. Или придать какую-то другую краску. Всегда можно решить проблему эту. Самый, наверное, главный вопрос. Какой толщины должны быть стены, чтобы комфортно жить рядом со своими соседями? У вас же это все очень сильно, очень мощно. И ваш баритон. Да, мои соседи не жалуются. У вас есть какая-то студия или вы это дома делаете? Нет, я занимаюсь дома и занимаюсь филармонией. Там-то уж я никому не мешаю. Но дома соседи тоже не жалуются. Не часто бывает такая трансформация, чтобы из вот этого густого баритона и музыкант переходил в высокий тенор. А у вас как раз такая ситуация, поправьте, если я неправильно понимаю, но в филармонии вы поете партии, предназначенные для более низкого голоса, а когда идете в хор, чтобы петь в Богоявленском храме, там у вас совсем другие партитуры, и вы по-другому организуете свой собственный, да, вокальный аппарат. Ну, к счастью, Бог дал широкий диапазон. И имея лирический баритон, а баритон – это голос, который имеет густую середину, а лирический баритон еще имеет яркие верха, я, в принципе, могу себе позволить без ущерба голосовому аппарату невысоким тенором, но тенором петь. А специфика именно вторым тенором пения в храме, она тоже имеется. Ведь первый тенор должен звучать ярко, рисовать мелодическую линию. Второй тенор, он всегда как бы сзади, на подложке. Даже если у тебя солирующий текст? Текст там всегда одинаковый у всех. Потому что, ну, если мы говорим о солисте именно и о хоре, в хоре мы единый организм. Так. Вы пели «Эх, дороги». Мы сейчас будем смотреть фрагмент небольшой. Вот вы начинаете с того, что у вас текст, а хор – это такое раскатистое, спокойное, мычание, атмосфера просто на разные голоса очень красиво. Ну, сказать, к слову, вот тут я баритоном солирую. Здесь баритон. Вехтар, Рогид. Смотрим. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Иван, а как патриотическая гражданская песня может появиться в репертуаре православного коллектива церковного? Я не отношусь к тому типу людей, которые считают православие чем-то настолько замкнутым, что не позволяет им исполнять светские песни. Если Бог даровал голоса и возможность нам трудиться и петь, то мы можем направить свои таланты, в том числе и на такого рода исполнительство. А кто в вашей жизни, вот те люди, кто повлияли на ваше мировоззрение, на то, что... Вот вы, например, сейчас сказали очень мудрую вещь, с которой сложно спорить, если ты не консерватор. Вот кто эти люди, кто вкладывал в вас то, что сейчас делает вас таким вот думающим, интеллигентным, отличным от многих человеком? Это сейчас просто превратится... О себе говорить не буду, не хочу. Это превратится в марафон благодарности, с вашего позволения. Мы можем это себе позволить. Да. Когда я пришел в Орловский губернаторский камерный хор ЛИК, а это случилось уже более 10 лет назад, у меня там тоже два учителя появилось. И является сейчас... Это Дмитрий Олегович Коваленко, художный руководитель коллектива, который постоянно направляет меня, помогает во всем. И его отец, Царство Небесное, это Олег Данилович Коваленко, прекрасный хормейстер, очень чуткий музыкант. Мы с ним бок о бок сидели. Он как представитель вот этой мудрой школы, хоровой. Я совсем зеленый юнец, который слабо еще во всем разбирался, и он мне очень сильно помог. Ну, потом, преподаватель, о котором мы говорили в Курске, это Ирина Филипповна Стародубцева, очень сильно повлияла. И хочу назвать еще двух людей. Так. Обязательно. Это моя супруга, которая просто каждый день, не давая советов, касающихся музыки, заставляет меня быть лучше. Она творческий человек. Она учитель истории. Я считаю, что любая учительская профессия связана с творчеством. Абсолютно. И такой человек еще Геннадий Иванович Руднев, дослужный работник культуры РФ. Это старейший музыкант нашего города. Он мне в свое время дал такие советы, которые мне очень помогли в один период не упасть и удержаться. Это что-то психологическое или техническое? И то, и то. Это мой настоящий друг. Он мне очень помогает всегда. Я просто очень благодарен, что не только ему, а всем людям, что этот опыт, их знание и любовь присутствуют во мне. Когда готовитесь к концерту, уже прямо перед выходом на сцену, есть такой человек, о котором вы думаете? Есть. Да, конечно. Можем сказать? Ни для кого, не секрет. Я большинство своих произведений посвящаю супруге. Ближайший из концертов, вот этот, который переносится с 28 ноября, это отмена все-таки или есть дата, на которую можно ориентироваться? Сейчас в наш нестабильный пандемийный век стараются не отменять ничего. Всегда речь идет о переносе. Этот концерт, который мы готовим солисткой филармонии сопрано нашей Наталье Викторовне Булгакова, посвящен музыке Рахманинова и Чайковского. Это и арии, и романсы, и дуэты, разумеется. Перенос пока что анонсирован на начало января. Это новогодние праздники. А там поживем и увидим. В первых числах января должен состояться концерт. Вот на нашей любимой сцене, на улице Ленина. Да. В небольшом уютном зале Казахстанской государственной филармонии. На этом сегодня заканчиваем. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. Спасибо вам. У нас в гостях был Иван Баланов. Редактор субтитров А.Семкин